На днях начала свою работу Дума Артёмовского городского округа, собравшись на 37-е заседание. Присутствовали 18 депутатов из 20. Перед началом заседания Татьяна Поздняк поделилась информация, которая связана со строительством детского сада на 200 мест в посёлке Буланаш. В ходе строительства, которое производила компания «Капиталстрой», были выявлены грубые нарушения как в технологиях строительства, так и в сроках выполнения работ. В связи с чем работы временно приостановлены. Так как плановый срок строительства нормативный 11,5 месяцев данного объекта, то плановая дата ввода в эксплуатацию объекта – это 4 квартал 2014 года. В связи с этим прекращены работы пока на объекте. Потому что там было очень много нарушений, которые были документально подтверждены, направлены в адрес подрядчика. Данные нарушения были не исправлены, а была продолжена работа в ходе монтажу конструкции. Учитывая, что это объект социальной значимости, какие-либо нарушения по технологии, оно в принципе недопустимо, так как там предполагается размещение детского сада. Затем была принята повестка заседания, в которую на рассмотрение были включены 13 вопросов. Итак, вопрос, который обсуждали на комиссии о внесении изменений в программу управления собственностью Артемовского городского округа, был вынесен на заседание Думы, где Валентина Юсупова еще раз рассказала о его сути. Но депутаты задали вопрос, почему же надо принимать эти изменения, если отчисления в казну АГО не столь большие, всего 45 тысяч рублей. В этот момент глава администрации внесла кое-какие пояснения. Учитывая долговые обязательства Артемовского городского округа, в казну мы планируем получить только 45 тысяч. В случае, если не будет завершено сводное исполнительное производство. То есть, в целом, доходы от использования муниципальной собственности, они будут более 7 миллионов. Поэтому за вопрос проголосовали почти единогласно. Один человек воздержался. По вопросу тарифов на услуги бани, то, как мы рассказывали ранее, была переделана калькуляция по следующим цифрам. 75 рублей будет стоить билет для пенсионеров, 60 рублей заплатят дети до 14 лет и 120 рублей для прочей категории граждан. В итоге экономия составит 600 тысяч рублей. Этот вопрос с определенными поправками был принят. Если будет представлен план мероприятий, выхода на безубыточный уровень данного предприятия, будет составлен проект эффективного использования имуществом, а также предоставить откорректированный список льготников. Далее Ольга Бачурина докладывала о соглашении на частичную замену дотаций, на выравнивание бюджетной обеспеченности Артемовского городского округа. Но депутаты решили, что это не так важно. Поэтому против был один человек, восемь воздержались, и вопрос одобрения, и принятие не прошел. А вот о готовности муниципальных образовательных учреждений к 2013-14 учебному году, о котором поведала Наталья Багдасарян, нашел отклик у собравшихся, и за его принятие проголосовали единогласно. И, наконец, о самом наболевшем, о готовности к новому отопительному сезону. Татьяна Поздняк пояснила, что по некоторым селам есть проблемы с водоотведением, точнее, с их ремонтом и заменой, которые будут проводиться в октябре месяце. А вот как дела обстоят с городом. До 1-го числа будут запущены по городу Артемовск, еще раз говорю. То есть, я вам сказал, срок до 1-го числа, сейчас идет заполнение тепловых сетей. То есть, разрешение от газовиков было получено только на открытие газа в понедельник. 24-го Артемовская ТЭЦ начала разворот станции и заполнение тепловых сетей. Вот телефонограмма официальная. В первую очередь, конечно, социальные, детские сады, школы. То есть, на ветке радиозаводской, это 80% где-то всего населения питается и процентов 80% кульбыта расположены. Управляющие компании, то есть, после заполнения тепловых сетей, будут производить подключение. И жилфонда, в том числе, если касаемо объектов соцкульбыта, они тоже будут заполняться. И предупреждены, то есть, и управление образованием. Вчера был штаб. И сказали всем управляющим компаниям быть готовым работать в выходные дни. Также зашел разговор о возможном появлении двойных квитанций и саботажа от управляющих компаний. Возможно, будет саботаж, возможно, будут двойные квитанции. При этом, значит, опять же, Алексей Юрьевич предвидел эту ситуацию. Порядка трех недель назад Алексей Юрьевич приглашал руководителей всех управляющих компаний, в прокуратуру, в том числе, на этом, значит, совещании я присутствовала, где управляющие компании были предупреждены, им были выданы предостережения об ответственности за случай нарушения действующего в законодательстве, в том числе и поддайные квитанции. Надо добавить, даже депутаты отмечают то, что каждый год перед началом подачи тепла всплывают разные проблемы, о которых начинают вспоминать тогда, когда надо включать отопление. И ответственных нет, и спросить неского. А развешенные объявления о запуске тепла уже давно никого не греют. Из года в год у нас одна и та же песня. Наступает время холодов, и начинаются долги. Кто-то требует долги. А что раньше никто не знал, что есть долги. Почему это всплывает тогда, когда люди уже требуют тепла? Нет, начинаем мы. Я вообще считаю, что действительно, поставить ответственного человека, и с него такой человек, деловой, хозяйственный, не который вот так вот может только рассуждать красиво и говорить о законах, а взял материалы и пошел, и посмотрел, и депестивили, и полазил по этим фрагам. Нужен деловой человек, ответственный. У нас, получается, все говорят, а ответственного-то фактически нет, нет, неского спросить. Все вроде бы действительно пытаются увести в сторону, что у нас вроде все хорошо. Объявление, но оно меня не греет. Запуск, будьте дома с 23-го. В итоге ту информацию, которую заслушали депутаты Артемовского городского округа, принята не была. Далее большинством, а если точнее, то единогласно, было принято решение о направлении Владимира Арсенова, Владимира Размадзе и Екатерину Александрову в состав комиссии по формированию первоочередного перечня дворовых проездов и второстепенных дорог, которые подлежат ремонту в 2014 году. Этим же составом был принят проект решения о мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции. А вот вопросы о передаче должностей муниципальной службы ОГО, куда планируется внести изменения и о прокуратуре Российской Федерации, приняты не были, так как вопросы требуют пересмотра и внесения определенных поправок, а в некоторых случаях надо получить судебное решение. Последние два вопроса были приняты единогласно, а вопросы касались признания депутатского обращения депутата ОГО Михаила Пономарева депутатским запросом, а также Владимира Дынула решено направить в состав экспертной рабочей группы регионального уровня. А если говорить в целом, то 37-е заседание Думы Артемовского городского округа прошло интересно, местами бурно, но адекватно. За всеми развитием событий в дальнейшем наша компания также будет наблюдать и информировать.